Самолет с телом покойного президента Абхазии Сергей Багапша отправился из Москвы в Сухуми. Его похоронят на родине через два дня. Но уже сейчас страна погрузилась в политический кризис. Едва стало известно о смерти Багапша, как в Абхазии, похоже, началась борьба за его кресло. Уже сейчас называют имя наиболее вероятных кандидатов. С одной стороны, это вице-президент Александр Анхваб, а также премьер-министр Сергей Шамба и бывший премьер-министр Рауль Хаджимба. Бывший также противник Сергея Багапша на выборах 2004 года. И в тот момент он был, напомню, фаворитом Москвы. Именно, возможно, выбор Кремля станет ключевым в борьбе за власть в Абхазии. У нас за столом обозреватель газеты «Московские новости» Иван Сухов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как вы считаете, на кого теперь будет делать ставку Москва? Мне кажется, что после признания Абхазии в августе 2008 года, Москве, в общем, все равно, кто будет ее президентом. Потому что свои интересы она, по большому счету, там реализовала. Там есть российские войска, есть российские пограничники. И дальнейшая судьба Абхазии в геополитическом смысле мало зависит от имени ее следующего президента. У Москвы есть всякие интересы имущественного характера. Ну да, вот неужели интересы Москвы это что-то только такое эфемерно-геополитическое? Не только геополитическое, там вполне себе уже купленная земля, огромное количество недвижимости российской. Ну есть такой миф о том, что огромное количество земли в Абхазии куплено российскими гражданами. Это, как правило, довольно сложная процедура, потому что покупать землю в Абхазии россияне не могут. Это приходится делать через подставных лиц, у которых есть абхазский паспорт. И, конечно, Россия хотела бы исправить эту ситуацию и прийти на этот курорт с какими-то большими деньгами, бизнес-проектами. И кто бы ни стал абхазским президентом, ему придется сталкиваться с необходимостью каким-то образом эту проблему решать. И для любого президента, как бы его ни звали, это будет сложная вещь, потому что абхазское общество очень чутко относится к абхазской независимости. И очень боится, как бы признанная Россией независимость не превратилась в зависимость от России. Если придут туда российские деньги, все абхазские курорты немедленно станут продолжением Сочи. Абхазия им утратит свои конкурентные преимущества. В виде дешевого отдыха относительно. И, в общем, это сложная вещь. И она одинаково будет сложна для любого человека, который бы не занял пост абхазского президента. Иван, то есть правильно мы понимаем то, что в общем, как вы считаете, российскому руководству все равно, кто будет. И никаких предпочтений сказываться не будет. Я вот со своей стороны хотел бы выразить сомнения. И вот Оля тоже не верит. Ну, потому что мы много раз уже видели, что, когда еще, ладно, были выборы в российских регионах, никогда не пускали их на самосек, даже если это какой-нибудь бедный регион с не очень важным геополитическим положением. А тут-то и расположение важное, и Сочи рядом. Да и Грузия недалеко. И неужели пусть там, пусть кого выберут, тот пусть и будет. Ну, Абхазия как бы не российский регион, и ситуация 2004 года, когда в результате вмешательства Москвы в выборы Абхазия чуть не стала ареной гражданской войны, в общем, научил Москву, мне кажется, многому. И после признания, еще раз говорю, это не так важно, как это было до признания. Я думаю, что среди кандидатов есть персоны, которые для Москвы предпочтительны или наоборот. Есть такое устойчивое мнение, что вице-президент Анклаб Москве не нравится. Или, по крайней мере, в Москве существует группа влиятельных людей, которым он не нравится. А кто, например? Кому он может не нравиться? Ну, вот считается, что в администрации президента у него не сложилось такого, таких, в общем, милых отношений, какие сложились у Абхазия. Это еще с 2004 года, да? Он перестал быть противником Хаджинга. То есть Абхазия, грубо говоря, пришел на поклон, а Анклаб нет? Ну, вот считается, да. И когда пытаются люди анализировать причину этой неприязни, в общем, найти какие-то зацепки здесь сложно. Потому что, как бы, в официальной биографии Анклаба написано, что между 1994 и 2004 годом он занимался предпринимательством в Москве. Толком ничего об этом предпринимательстве неизвестно. То есть имущественного интереса здесь быть, скорее всего, не может. Но, так или иначе, приходится сделать вывод о том, что у Кремля нечем зацепить Анклаба и нет инструмента влияния на него. Набагавшик, каким-то образом, такое влияние удалось найти возможность оказывать. И без этого не случилось бы компромиссов зимой 2005 года, когда он в итоге вышел на президентские выборы в паре со своим противником Хаджимба. А Анклаба не нашли. Поэтому, скорее всего, мне кажется, что если Москва и будет как-то выражать свое мнение по поводу будущего абхазской политики, то, наверное, вот в этом смысле Анклаб для нее менее предпочтительная фигура. В этом смысле, конечно, увеличиваются шансы у действующего премьер-министра Абхазии, бывшего министра иностранных дел. Мне кажется, что Анклаб еще в таком уязвимом положении, в связи с тем, что он в течение первого срока президентства Сергея Багавша возглавлял правительство, и таким образом в известной степени воспринимался как ответственный за какие-то не слишком прекрасные социально-экономические показатели в этой республике. А премьерство Шамба как раз пришлось на эти достаточно изобильные годы, которые последовали за признанием Абхазии и России. И, в общем, пока у него за плечами такое удачное премьерство. А что касается Хаджембы, он уже человек из прошлого и шансов вернуться не имеет? Мне кажется, что вот двое президентских выборов подряд, которые он проиграл, они достаточно хорошо свидетельствуют о том, достаточно надежно свидетельствуют о том, что он уже такая карта отыгранная. Но сейчас и оппозиция, и власть находятся в очень неожиданной ситуации. Всем было понятно, что во время второго срока Багавша, наверное, будет слабее, чем во время первого. Всем было очевидно, что он не очень здоров. Но одно дело не очень здоровый, но живой президент, а другое дело в ситуации, когда этот президент неожиданно умер. И оппозиция, и власть оказались в ситуации такого неожиданного старта. Им нужно очень быстро выдвинуть кандидатов. И что будет делать в этом случае оппозиция, пока трудно сказать. Хаджембы проиграл президентские выборы 2009 года, еще раз подтвердив, что его претензии, в общем, необоснованы. Но из ряда оппозиционных кандидатов он был, конечно, самым сильным. И многие эксперты тогда говорили, что его ближайший конкурент по оппозиционной борьбе, с которым они пытались составить коалицию, но не составили, Беслан Бурба, он должен еще подрасти до серьезных претензий на президентство. Если бы у Багавши был полный срок, наверное, он успел бы это сделать. Но выход на выборы через два года после предыдущих, в общем, создает такую картину неопределенности. Потому что явно выраженного сильного кандидата от оппозиции сейчас нет. И это, наверное, как раз основная интрига предстоящих выборов президента. Кто будет выдвинут от оппозиции, это и определить, насколько напряженными и интересными будут абхазские выборы. В любом случае, это будет интересная политическая борьба, потому что, наверное, самая главная заслуга Багавши состоит в том, что он создал какое-то... Это невозможно иначе, потому что в Абхазии это больной вопрос, контроль за выборами и честность выборов. В этом смысле это такая счастливая кавказская территория. Наверное, заслуга Багавши как раз состоит в том, что он создал такую систему, в которой существует политический плюрализм, в котором есть и, возможно, политическая борьба. И это совсем не Южная Осетия. Мне кажется, что это даже важнее для Абхазии, чем факт ее признания Россией. Мне кажется, это основная заслуга Сергея Васильевича. Действительно, вот это очень интересно и важно отметить, что, по сути, существует республика, которая, в общем, входит в орбиту влияния России, в ближайшую орбиту. И при этом является одной из немногих, их можно по пальцам пересчитать, на постсайском пространстве демократических государств с реальными альтернативными выборами, где они возможны, где они, по крайней мере, точно, мы знаем, в 2004 году проходили. Но зато интересно, как будет следить за тем, как развиваются события в этой стране. Конечно, интересно. Большое спасибо. Иван Сухов, обзиратель газеты «Московские новости». Продолжение следует...